Юрий, в Москве Вы принимали участие в конференции, посвященной борьбе с наркотрафиком. Как Вы считаете, насколько сегодня ОДКБ технически готова к тому, чтобы противостоять наркотрафику, который идет со стороны Афганистана? Вы знаете, вообще хочется отметить высокий уровень взаимодействия стран ОДКБ в деле противодействия такой нетрадиционной угрозе, как наркотрафик, незаконный оборот наркотиков, ежегодно проводятся операции «Канал» и целый ряд других, довольно серьезные цифры изъятий ежегодно наблюдаются. И, честно говоря, Беларусь в контексте этой борьбы против наркотиков является одним из лидеров, и даже, я бы сказал, просто лидером, потому что Беларусь смогла на своей территории фактически решить проблему оборота семян мака, загрязненного наркотикосодержащими веществами. Беларусь сейчас вплотную подошла к созданию очень эффективного механизма противодействия новым психоактивным веществам, то есть если будет создана комиссия, которую предложило Министерство внутренних дел совместно с Минздравом и Госкомитетом судебных экспертиз, то в течение буквально одного-двух дней все новые вещества будут регистрироваться как аналоги наркотических веществ, и их оборот будет запрещаться. Это, на самом деле, очень эффективный механизм и беспрецедентный для постсоветского пространства. Это наши коллеги в Казахстане, в России, и сейчас обращаются к нам, консультируются по поводу того, то или иное вещество является ли аналогом наркотического. Поэтому здесь работа поставлена неплохо, она должна быть продолжена и будет продолжена. Но все-таки этого недостаточно. Почему? Вот 15 мая как раз в Москве прошла московская антинаркотическая министерская конференция, на которой присутствовали представители антинаркотических ведомств более чем 50 стран мира, в том числе и Беларусь была представлена, и посвящена она была довольно специфической, я бы сказал, новой проблеме. Российская Федерация сейчас заявляет новый подход к решению проблемы наркотиков. Это подход, основанный на, прежде всего, ликвидации планетарных центров наркопроизводства. О чем идет речь? Речь идет прежде всего в западном полушарии о производстве кокаина, которое локализовано в ряде стран Латинской Америки. В восточном полушарии это производство героина, которое на более чем на 80% локализовано в Афганистане, в одной стране. В совокупности два этих центра генерируют более 50% всего оборота наркотиков в финансовом исчислении. Скажем, один только Афганистан, героин, производимый на территории Афганистана, генерирует трафик объемом порядка 80 миллиардов долларов, то есть больше, чем в ВВП Беларуси. И есть понимание, в том числе на основе практического опыта, что если не ликвидировать эти центры, то полицейские меры, связанные с перехватом, они в любом случае не будут достигать цели. То огромное и, так скажем, криминальное, и экономическое, и даже политическое давление, которое оказывают эти центры, оно все равно ему противостоять полицейскими мерами будет невозможно. И вот Российская Федерация заявила, страны, участники конференции поддержали этот новый подход к решению проблемы. И основан он не на военных мерах. Мы знаем, что в Афганистане 13 лет располагались войска НАТО, сейчас они оттуда выводятся, но за 13 лет их работа там привела к тому, что в 30 раз увеличилось наркопроизводство в стране. Поэтому коллеги говорят о том, что главное не военные и полицейские меры, хотя они важны, а главное – это альтернатива наркопроизводству как экономической деятельности для самих граждан Афганистана. Потому что Афганистан – это очень высокий уровень рождаемости, очень высокая демографическая динамика и очень слабая экономика, отсутствие просто рабочих мест для граждан Афганистана. Поэтому это совершенно новый подход, революционный, он будет продвигаться на всех форумах. Я думаю, в рамках ОДКБ присутствовал Николай Николаевич Бордюжа, высказал полную поддержку этому подходу в рамках ООН, в рамках других организаций. И я думаю, что он может серьезно повлиять на то, как и наше объединение ОДКБ будет участвовать в борьбе с наркотрафиком.